Дом номер 40, корпус 1 по улице Островского, выглядит как чудовище доктора Франкенштейна. Весь залатанный, изуродованный. Со всех сторон осыпается штукатурка, притом большими пластами. Сами жители назвали этот процесс таянием дома. В одном месте это достигает своего апогея. Стена осыпалась вместе с кирпичами. Во время обрушения рядом не было людей. Жильцы рассказали, что дом введен в эксплуатацию в 59-м году и с того времени не было ни одного капитального ремонта. От старости рушатся не только стены. Внутри дом еще хуже, чем снаружи, говорят жители. Осыпающийся коридор и плохие трубы. Но дома целый ворох проблем. Трубы в подвале. Они все прогнили. Они резиновыми пластырями. И вот тут пластырь, тут пластырь, тут пластырь. Только один заделать пластырь. В другом месте трубу ржавчина проела. Вообще кошмар. Из-за проблем с трубами отоплению Геннадия дали только 21 января. А при каждом новом прорыве отопление отключают. Недавно нас прорвало трубу. Мы вызвали ЖКХ. Они приехали, посмотрели, толком сначала ни на что не реагировали, а потом со временем где-то через неделю, наверное, сделали нам батарею. И отключалось отопление. У меня племянник на третьем этаже живет. Он маленький ребенок. Мы звонили, жаловались. Отопление. Говорю, маленькие дети, что нам делать? Они на это сбрасывали трубку и ничего не говорили. Жильцы рассказали, что управляющая компания реагирует так на каждый прорыв. Для них проблемы жителей дома можно отложить в долгий ящик. Когда нефтезавод был, он же нефтезаводской. Я работал еще на нефтезаводе. Вот когда нефтезавод был, они еще маломальски ремонтировали. Через три, через четыре покрасит тут. Завод-то богатый. А сейчас, как передали городу, все поплыло, все разбито. В месяц Геннадий Баранов за жизнь в таком доме платит пять с половиной тысяч. Из года в год затапливают подвалы. Из-за этого высокая влажность, грибок, мошки. Со всем этим жителям приходится мириться. Да и выбора нет. Управляющая компания от них отнекивается. А любую поломку чинят через месяц. По телефону до них не дозвониться, поэтому жители пользуются номером горячей линии. Стоит отметить, что ранее сообщалось, что капремонт в доме запланирован на 2023-2025 годы. В настоящий момент жители говорят, что дом под расселение. И пока споры о дальнейшей судьбе не утихают, людям приходится жить и в месте, которое разрушается как внутри, так и снаружи. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город.